Здесь мы будем в основном про код, про технологии, будет совсем мало маркетинга-маркетинга. Будем рассказывать, что мы разработали, как этим пользоваться, какие-то фичи, хенты. И, конечно же, мы от вас хотим получить обратную связь. Чем больше ее будет, тем лучше. Поэтому, если у вас есть вопросы, в первую очередь пишите их в мобильное приложение. Я их читаю и буду задавать их, вполне возможно, даже во время доклада спикера. И, конечно, будем подбегать к вам с микрофонами. И если у вас прям во время доклада будет какой-то вопрос, руку поднимайте, я подбегу, и вы его зададите. Краткая программка. Во-первых, у нас прямо сейчас уже стартуют митинг-поинты вот здесь. Вот технические митинг-поинты за нами, за залом Дели. Не буду озвучивать программу. Возьмите такую беленькую программку наших волонтеров на входе. Откроет у нас поток Юрий Тушинский, расскажет нам про роботов. Евгений Шеленков, расскажет про новинки чатов и открытых линий. Алексей Перевозов, расскажет про новинки и фичи телефонии. Далее Антон Долганин, будет совершенно замечательно, интересный доклад, расскажет свой опыт кастомизации коробки. Битрикс 24 и расскажет, как это делать правильно. Сергей Востриков, я здесь, наверное, хочу отдельно отметить вебхуки, расскажет про REST и единое приложение для коробки и облака. Потом мы с вами прервемся на обед, на часик и снова встречаемся здесь. Начинается секция интернет-магазина. Интереснейшая тема, FZ54, море возможностей. Откроет эту часть Юрий Волошин. Далее Алексей Кирсанов и Саша Денисюк расскажут про FZ54 в разрезе 1С. На что стоит обратить внимание. Орландо. Орландо Велосека расскажет про типовой магазин на стандартных компонентах. Такой устроит небольшой маленький мастер-класс. Затем Максим Смирнов сделает, по-моему, это у нас первый доклад по поиску. Я не помню, что у нас были доклады по поиску. Фичи и планы развития по поиску на ближайшие полгода. И завершим опять-таки темой магазина. Юрий Волошин расскажет нам про новинки. И Алексей Кирсанов расскажет про новинки магазина 17.0. А потом у нас кофе-брейк и большой-большой доклад в главном зале. Ну и первый доклад Юрий Тушинский расскажет про роботы, про роботов в СРМ. Меня зовут Юрий Тушинский, я технический директор компании Битрик. Сегодня мы поговорим про автоматизацию в целом и про новую, вышедшую в 17-й версии возможность автоматизации, это роботы. Для вопросов используйте мобильное приложение. Я уже видел, там уже даже есть один вопрос. Два. Уже три. Отлично. Итак, наша жизнь, много данных, большие объемы. Хотим мы или не хотим, но нам приходится свой процесс автоматизировать. Мы автоматизируем пробуждение по утрам, будильник, завтрак, душ, отвезти детей. Мы автоматизируем какие-то процессы сознательно. Например, мой тесть перед тем, как уехать на рыбалку, достает такую засаленную бумажку, где написано «купить мотыля», поменять батарейки в телефоне, проверить лодку. Мы пытаемся автоматизировать все. В СРМ сделано для того, чтобы продавать. Мы хотим автоматизировать продажи. С давних пор на больших планах, на крупных, у нас есть функционал бизнес-процессы. Бизнес-процессы позволяют автоматизировать работу в сущности лид, контакт, компания и сделка. Если говорить в целом, то сам инструментарий бизнес-процесса можно назвать сложным, гибким. И можно выделить два больших направления в бизнес-процессах. Это либо последовательные бизнес-процессы. Это когда мы задаем четкую последовательность сверху вниз. Там возможны итерации, условия, но он идет сверху вниз и доходе до последней завершается. Либо это другой тип бизнес-процессов. Это бизнес-процессы с состояниями, со статусами. То есть мы говорим, что нет четкой последовательности действий, и документ мы пуляем с одного статуса в другой по пути, выполняя какие-то операции. Как я уже говорил, бизнес-процессы очень сложные для понимания обычным людям. То есть людям без технического бэкграунда достаточно тяжело запрограммировать, это реально получается программа, запрограммировать какой-то процесс. И плюс к этому, если мы говорим про работу со сделками, с лидами, то вот те состояния бизнес-процессов, они никак вообще не связаны с реальными стадиями сделок и статусами у лидов. Также я хотел еще упомянуть один момент, что так как бизнес-процессы инструмент сложный, очень много ошибок допускают люди, особенно те, которые делают это в первый раз, либо не имеют технического бэкграунда. Например, типичная ошибка, это когда длительный процесс организуют, например, он там ждет какого-то числа или ожидает какого-то события, и этот бизнес-процесс ставят на изменение сделки, например. И что происходит? Сделка изменяется несколько раз. Каждый раз при каждом изменении сделки запускается абсолютно новый бизнес-процесс, который не подозревает, что где-то висит и ожидает что-то предыдущее. В результате после большого количества изменений мы имеем огромный пакет запущенных одновременно бизнес-процессов, страдает производительность, страдают соседние порталы, соответственно выполняется бесполезная работа и так далее. Ну и еще один пример – это периодический опрос в цикле. Например, нам надо что-то сделать, если вдруг сделка перешла в какой-то статус. И что мы делаем? Мы запускаем какой-то цикл. В этом цикле идет пауза, например, 10 минут. Через 10 минут мы смотрим, а изменилась ли у сделки стадия. Нет, не изменилась. Идем на следующую итерацию. И так получается, что мы молотим вот эти бесконечные циклы, много-много кругов. С недавних пор мы выпустили специальное действие, вот называется ожидание стадии сделки. Вот его можно использовать, чтобы не писать вот такие вот, скажем так, костыли. Для чего это сказалось? В марте мы хотим сделать ограничение одновременно запущенных бизнес-процессов на один документ. То есть это не вообще бизнес-процессов, это один документ, одна сделка. Если созданы и работают два бизнес-процесса, то мы третий не дадим запустить, потому что это где-то либо ошибка в коде, по нашему мнению, и, соответственно, это будет страдать производительность. Поэтому, если что, вот ниже ссылочка, где описываются типичные вообще ошибки, как их можно исправлять. Итак, автоматизация. Когда поставили задачу сделать автоматизацию на роботах, сделать ее понятную, сделать, избежать ошибок, чтобы люди при программировании, скажем, при проектировании роботов не допускали ошибок, мы, понятное дело, решили не выбрасывать текущий функционал бизнес-процессов, а сделать его в современную оболочку, сделать для него красивую и все построить на них. В итоге мы реализовали автоматизацию для лидов и сделок. Вот вы видите, ее можно найти на страничке настройки, вкладка автоматизация. Что это в итоге получилось? Мы взяли, убрали один большой глобальный процесс для сделки, ну, также для лида, и сделали много-много маленьких для каждой конкретной стадии. То есть, когда сделка переходит в конкретную стадию, запускается бизнес-процесс. Когда сделка уходит из этой стадии, тот бизнес-процесс обрывается, соответственно, запускается новый бизнес-процесс для новой стадии. То есть, все осталось на тех же самых сущностях, на том же стадии движка. Ну, плюс к этому, понятное дело, мы сделали простой интерфейс для управления этими действиями. Плюс к этому мы добавили понятие триггер. Про триггер я скажу чуть попозже. Чтобы облегчить, может быть, усвоение, давайте представим, что у нас есть танк. И мы этот танк хотим продать, например. Ну, предположим, чтобы продать танк, мы построим стадии какая-то, ну, новую стадию, потом стадию обработки, потом танкам заинтересовались. Пускай будет стадия, танк обещали приехать силой забрать, ну и там, соответственно, там еще стадии будет у нас. Успешно продали танк, либо сделка сорвалась. Я предполагаю, что я буду искать контакты воинских частей, закидывать их в виде сделки, и дальше роботами мы будем пытаться дожимать и продать наш этот танк. Потому что мы думаем, все-таки у нас это не последний танк, и нам надо процесс отстроить. Что значит, кто у нас будет этот процесс двигать? Будут двигать его роботы. Робот — это некое такое автоматическое действие, которое начинает выполняться, как я сказал, уже сразу после того, как сделка или лид будут попадать в нужную стадию. И, соответственно, как только он попал в нужную стадию, робот сразу выполняет, там, отправил письмишко, сделал звоночек, там, что-то еще. Роботы в CRM — это обычные действия, которые уже есть в бизнес-процессах, просто они обрамленные в такую современную оболочечку. Что объединяет всех роботов? Это у них есть время запуска. То есть каждый робот, можно сказать, что все роботы должны запуститься сразу, как только попали в статус. Можно сказать, что робот должен запуститься после того, как выполнился предыдущий, и мы можем сказать, что робот должен запуститься позже, через какое-то определенное время, часы, минуты и секунды. Если мы посмотрим, как это устроено внутри, то вот эта картинка, как настроены роботы. У нас есть два робота, которые должны запуститься сразу при входе в статус. По факту это у нас получается бизнес-процесс, параллельное выполнение, которое при запуске одновременно запустит два этих действия. Если мы говорим, что будет нарисовано на картинке при роботе после предыдущего, то по факту у нас получается последовательный бизнес-процесс, где выполняется одно действие, после его завершения выполняется другое действие. Ну и третий случай, это когда мы говорим, что робот выполняется через какой-то заданный интервал, мы получаем, по сути, последовательный бизнес-процесс, в котором стоит пауза с этим интервалом, и после этой паузы идет выполнение этого робота. Также для всех роботов является единым, что в полях, в текстовых полях, можно использовать значения из самого документа. То есть вы можете, создавая шаблон сообщения какого-то, или там шаблон письма, или шаблон уведомления, вы можете использовать поле, там имя, фамилию, какие-то там финансовую информацию, контактовую информацию. В итоге это все так же проецируется в бизнес-процессы в действии, и как результат при выполнении оно заменяется на реальные значения. В коробке мы поставляем на данный момент 18 роботов. Часть из них уже, большая часть из них уже выпущена, часть из них сейчас тестирование, вот-вот ждет выхода. Ну и некоторые уже в финальной стадии разработки. Итак, начнем с робота-задания. Робот-задания, он создаст дело, типа задача, задание. Для чего оно может быть нужно? Например, если мы продаем танк, когда наша стадия переходит в начальную, мы даем менеджеру задание. Сходи, проверь, танк существует или нет. Если танк все-таки существует, мы начинаем его обрабатывать. Хорошо. Следующий робот – это запланировать встречу. Запланировать встречу – это то же самое. Дело CRM, которое создает дело, и плюс к этому создается в календаре события. То есть менеджер может планировать, видеть в своем календаре, что у него, когда, какие встречи запланированы. Робот-уведомления. Он, ну, по сути, отправляет в мессенджер, уведомления кидает. Здесь какая фишка? В поле кому вы можете оставить значение ответственное или указать значение ответственное. И тогда сама система при выполнении робота направит тому, кто в данный момент является ответственным по данной сделке или лиду. Робот-контроль. Это наш новый робот. Мы специально его сделали для роботов. Для чего он нужен? Он то же самое делает, что уведомление с одной лишь отличительной чертой. У него можно выбрать не только ответственного, у него можно выбрать руководителя. То есть таким образом, когда этот робот будет выполняться, то непосредственно это уведомление уйдет непосредственному руководителю. То есть в данном случае, если бы в нашей системе на успешность продажи танка поставить такой робот, то Сергею Рыжикову пришло бы уведомление, что танк продан, снижай цены. Робот создать на основании. Сейчас в интерфейсах карточки лидов можно на основании текущего лида создать, ну, сконвертировать, скажем, вот дальше. То есть создать на базе него контакт, компанию, может быть, сделку. Соответственно, если вы находитесь в сделке, то сделки можно выставить на основании этой сделки коммерческое предложение либо счет. То же самое можно сделать автоматически теперь роботом. вы настраиваете, что вы хотите создать на основании, в зависимости от того, для кого вы создаете, для лида или для сделки. Вы указываете направление сделки, если вам это надо. И, соответственно, при выполнении робота будут созданы нужные сущности. Но в случае, если, например, какая-то произошла ошибка, может быть, контакт не может создаться или несоответствие полей или бизнес-процесс будет мешать ему какой-то, то, соответственно, сам робот не создаст эти сущности, но он зато добавит дело, в котором будет написано менеджеру, что сходи, пожалуйста, сделай руками эти все конфликты, и ты должен разрулить руками. Новые роботы, позволяющие размещать рекламу конкретным людям. Сейчас современные крупные соцсети и поисковые системы предоставляют функционал размещения и показа рекламы персонально конкретному человеку. Как это делается? Вам для этого надо пойти на эту рекламную площадку, зарегистрироваться, авторизоваться, создать объявление, ввести там у него параметры, в какой стране показывать и так далее, указать у этого объявления, кому, каким списком людей вы хотите, чтобы этот баннер, грубо говоря, показывался. В результате потом вы идете, добавляете робота с рекламой в нужную вашу эту площадку и авторизовываетесь там, и там становится доступен интерфейс по выбору этих списков. И, соответственно, что будет происходить? Когда выполняется робот, сам робот отправляет данные, контактный e-mail и телефон, скажем так, в Яндекс, и Яндекс на основе этой информации начинает показывать этому человеку это рекламное объявление. То есть если мы оставим там… если мы завинесем контактные данные начальника воинской части, то, соответственно, после того, как мы стартуем нашу сделку, он будет везде, где будет ходить, в Facebook, в Яндексах и так далее, он будет видеть наше объявление купитан. Что? Ну, берется контакт из сделки, либо излида контактные данные. Робот вебхук. Ну, по сути, это, грубо говоря, обычный дергатель ссылки. То есть вы можете указать здесь ссылку вашего сайта, указать в качестве параметров, какие еще дополнительные поля из этой сделки или излида вы хотите передать на сайт, там, айдишник, либо название, либо те же самые контактные данные. И ваша внешняя система, сайт или что-то, ну, как-то обрабатывает. Они могут хранить это для аналитики, они могут запустить какой-то свой внутренний процесс и так далее. Например, если мы говорим про нашу там танковую историю, то если вдруг сделка попала в статус, что мы приедем, заберем ваш танк, то мы можем нашему умному гаражу отправить вебхук, чтобы он закрыл дверь и выключил свет. Но есть нюансы. Все эти вебхуки выполняются не с портала сразу же, а они передаются к нам в облако сервера чередей, и дальше через сервер очередей идет последователь их исполнения. Это сделано, ну, понятное дело, с точки зрения производительности, но еще есть там аспекты безопасности. Поэтому если вдруг вы указали в качестве вебхука в процессе разработки какой-то свой локал хост, то не ждите, то есть ничего туда не придет. Плюс еще нюанс, так как это сервер очередей, то не будет мгновенного выполнения. То есть если вы сразу же после вебхука, закрой гаражные ворота, разместите, отправите сообщение, приезжайте, посмотрите, танка нету, то может случиться ситуация, что они приедут, а ворота еще открыты, потому что сервер очередей не дошел до вашей ссылки, она еще не выполнилась. Еще один новый, пока еще не вышедший робот, это отправитель смс. Ну тут все просто. Указываете шаблон сообщения, соответственно номер телефона берется из контактных данных, и далее вам нужно выбрать провайдера, через кого вы хотите отправлять смс. у нас нету своего собственного никакого шлюза, мы предоставляем это все на партнеров. Соответственно, чтобы у вас появились шлюзы, вам надо пойти в marketplace, найти приложение, которое предоставляет эту интеграцию, установить его, и у вас появится в этом списке провайдер. А в коробке будет работать? Это я, здесь. Соответственно, все работает в коробке. Тоже с marketplace 24. Плюс к этому, тут я еще написал для тех, кто хочет стать все-таки провайдером, если есть такие люди, то там это тоже действительно несложно. Это обычное приложение в marketplace, которое регистрирует себя методом REST без проц провайдера DD, ну и там передает необходимый минимальный набор параметров, это типа URL, куда это все надо будет постить. Еще пачечка роботов. Робот отправит письмо. Это обычный e-mail, добавляется в дела, уходит сообщение. И робот сообщение в живую ленту. Если вам надо что-то обсудить, если сделка перешла в какую-то стадию, когда надо что-то обсудить, можно добавить робот сообщение в живую ленту, указать количество необходимых людей, с которыми вы хотите обсуждать. И в итоге после исполнения робота, шаблон сообщения, понятное дело, в итоге после исполнения робота в живой ленте добавится запись, под ней можно там оставлять комментарии, лайки и так далее. Сейчас нет, но я надеюсь, да. Еще маленькие, но не менее полезные роботы. Это смена ответственного. Вы указываете при настройке, на кого переназначать робота, сменить статус. Это как раз-таки вот та самая двигателька, которую можно на автоматике настроить, чтобы двигало стадию. Ну и, соответственно, удаление документа. Если вы понимаете, что вы перешли в ту стадию сделки, которая является бесперспективно, то вы можете просто удалить документ, чтобы он не захламлял вам список. Триггеры. Это новинка, которую человеку, скажем так, с нетехническим образованием, без опыта данных, тяжеловато объяснить. Я вчера пытался объяснить, что такое триггер нашему руководителю западного направления. Он послушал, потом в итоге сказал, главное, триггеры с триперами не путать. Поэтому попробую я еще раз это сделать. Чтобы двигать сделку по стадиям, у нас есть какие варианты. Мы можем делать это руками. То есть мы можем на конбанью ее подвигать. Мы можем зайти в карточку, сменить у нее стадию кликомышки. Плюс мы можем настроить какого-то робота, как я упоминал выше, который будет при каких-то ситуациях двигать ее, передвигать дальше. Ну или бизнес-процессов. Сейчас появилась возможность перекинуть сделку в нужную стадию на какие-то внешние факторы, которые называются триггеры. Они были еще в первоначальном варианте. У нас было такое, понимаете, шпионы мы их называли. То есть они сидят, ждут, пока случится какое-то заданное событие. Если оно происходит, мы сразу раз сделку закинули в нужную стадию. Ну или лид статус нужный. Ну, соответственно, эта сработка происходит только вперед. Если произошло событие, которое было в предыдущих стадиях, то оно не срабатывает. Мы остаемся в текущем стадии. Какие у нас есть предустановленные триггеры? Ну, это, например, входящий звонок. Если бы мы продолжаем продавать танки, если бы мы настроили на стадию «Есть интерес к танку» входящий звонок, то что бы получилось? Когда мы получали звонок с воинской части, мы автоматически находили бы эту сделку по контакту, смотрели, что на нее настроен триггер, входящий звонок, и автоматом бы сделка переходила в стадию, что заинтересовались танком. Аналогично с входящим письмом. Если приходит e-mail адрес, который у нас есть там или в лиде, или в контактной информации по сделке, то, соответственно, мы переходим в тот статус, на котором настроен этот триггер. Для заполнения веб-форума. То есть можно, например, повесить на сайт веб-форуму, и если человек ее пришел, лид и заполнил, там мы его определили как-то по телефону или еще как-то, то, соответственно, тоже переводим какой-то нужный нам статус, что мы, например, о нем все знаем. Для сделок доступен триггер оплата счета. То есть если есть какая-то сделка, и мы повесили триггер, чтобы пришла оплата, то счет оплачен, мы ее передвинули куда-то уже в какой-то финальный статус. Ну и веб-хук. Это, по сути, обратное роботу действие. Это когда вы генерите ссылку. Она специальная, она содержит авторизационные данные. На базе этих похожих веб-хуков будет рассказывать в REST. Он создает уникальную ссылку, и туда нужно передать ID-шник либо сделки, либо лид-а. И тогда, по сути, если нашу CRM-ку дернули с этим урлом, то мы сразу понимаем, что это сделка, ее надо сразу перегнать в нужный нам статус. Значит, как теперь начать работать с роботами? Помимо той страницы, которая показала, настройка автоматизации роботов, можно еще настраивать непосредственно в карточках, в карточках сделки, в карточке лида. То есть вы можете зайти на страничку лида, промотать вниз, и там будет вкладочка автоматизации называться. Я там дальше покажу. Мы изначально добавили как раз-таки именно эту страницу с той точки зрения, что на ней можно сразу дебажить, скажем так, ваши роботы. То есть как это делается? Вы находитесь в текущей сделке. Вы заходите в автоматизацию. Там сразу же настраиваете роботов, и переключая статусы в текущие сделки, вы сразу же видите, как они работают. И также там будет видно, какие выполнялись, какие нет. Но необходимо помнить, что то, что вы балуетесь в одной конкретной карточке, на самом деле вы настраиваете всех роботов в вашей CRM. То есть это может быть такой неочевидный интерфейсный момент, но по-другому мы пока как-то не смогли решить. Пример. Вот это тот классический способ, который мы добавили потом, потому что люди просто не находили, где у вас автоматизация. То есть вот эта вкладка автоматизация. Вот рядышком с бизнес-процессами появились две странички для настроек автоматизации по лидам и по сделкам. Вот мы заходим, уже здесь есть что-то предустановленное. Мы нажимаем настроить. Интерфейс меняется. Мы видим, что есть возможность добавлять триггеры, есть возможность добавлять роботов. Добавим на статус в обработке, добавим робота уведомления. Соответственно, здесь можно выбрать либо человека, либо оставить поле ответственное. Все сохраняем. Как бы эта страничка только для этого сделана. Настроить роботов. Посмотрим, как это выглядит из настройки лидов. То есть заходим в лиды, заходим в какой-то уже имеющийся у нас лид и попытаемся настроить карточку из карточки. Вот наш лид. То, что он сейчас находится в стадии обработки, нас не сильно пугает. Заходим в оптимизацию. Видим тот же самый, только что нами настроен бизнес-процесс, систему роботов. Нажимаем также настроить роботов. Аналогичный интерфейс. То есть все то же самое. Добавляем сообщение в живую ленту. Мы можем пользоваться при этом шаблонами. Выбрать поля. Например, название лида мы сделали. Можно, если мы хотим, чтобы это произошло не сразу, а через какое-то время, мы можем выбрать через какое-то время. Пускай это будет через одну минуту. Нажимаем сохранить. И мы сейчас попробуем, работает оно или нет, и как оно работает. Для этого идем и на нашем градуснике переключаем статус в обработке делаем. То есть сейчас у нас должен выполниться наш робот, который сделает статус обработки. Вот. Мы получили первое уведомление. Сейчас через минуту у нас должно появиться сообщение в живой ленте. Но минуту ждать не будем. Тут вырезано. Мы сразу смотрим, что вот они выполнены. Два наших робота. Они помечены галочками. Если бы он еще не выполнялся, а то там крутилась бы такая синенькая штучка. В итоге что мы смотрим? Да, в живой ленте есть сообщение. Его можно теперь обсуждать. Вернемся теперь обратно в автоматизацию. Если нам, допустим, надо сделать какое-то сложное действие, то мы можем… И у нас есть опыт в этом узнание, и у нас верхние тарифные планы. Вы можете изменить этот бизнес-процесс в дизайнере. То есть вы можете для этой стадии взять и поменять бизнес-процесс. Например, добавить условие, что уведомление отправляют только если сумма сделки или сумма лида потенциальная больше миллиона рублей. То есть вы идете, добавляете условия, говорите, что сумма сделки больше миллиона рублей, сохраняете. И наше уведомление под эту веточку с условием. Все. Теперь, когда мы сохраняем этот бизнес-процесс, соответственно, уведомление придет только если сделка больше миллиона рублей. Но есть одно но. Этот процесс уже нельзя так гибко настраивать. Он сворачивается до такого блочка, который говорит нам, все, товарищ, ты-то теперь можешь его изменять только в большом дизайнере. Если не хватило и этого функционала, то вы можете добавить своего робота. Свой робот, как я говорил, это обычное действие. Как делать действие у нас описано в курсе. По факту, в Bitrix Activities это создается папочка. В этой папочке там должно находиться три файлика. Один из них это файлик описания, в котором, в отличие от действий, вы должны добавить еще вот type robot activity. Это непосредственно файл выполнения, в котором есть методы по выполнению, которые именно выполняют ту операцию, которую должен выполнять робот. И, соответственно, это описательный файл, там, где мы говорим, какие параметры должны быть для настройки этого действия. Соответственно, еще одно отличие от действия, это метод getPropertiesDialog. Его там надо немножко переделать творчески. Ну, в принципе, будет все документацией. Ну, или можно взять, посмотреть какое-то действие уже еще имеющееся, и там видно различия и понимание есть. Если необходимо что-то изменить в облаке, то есть тоже возможность добавить своего робота в облако. То есть это используя те же самые REST-ы. То есть это аналогично REST-действию. На предыдущей конференции у нас был доклад, как делать REST-действие. То есть по этой технологии он буквально делается с одним отличием. Только что у этого REST-действия будет ограниченный набор полей. Там только обычная строка, дата, время пользователя. И нельзя в этих REST-роботах, скажем так, нельзя делать роботы, которые, скажем так, действия, которые ожидают ответа. Потому что бизнес-процессорных REST-ах можно сделать такое, которое будет ожидать, он не будет выполняться. Здесь нельзя такого делать. Ну, соответственно, это будет и ваше приложение, которое этого робота должно зарегистрировать методом беспрод робота.дд. Значит, что, куда мы движемся дальше? Ну, соответственно, мы делать будем дальше новых роботов. Слушай, здесь уже столько пожеланий по роботам, судя по вопросам, и то, и это. Поэтому список тебе уже есть. Отлично. Пожеланий. Это, прежде всего, обычная задача, это произвольные дела, это автоматическое закрытие дел. Это что такое автоматическое закрытие дел? В процессе создания мы, например, могли создать календарное событие. Но когда, например, мы создали, что через две недели надо что-то выполнить, но сделка ушла из этой стадии, она как бы становится событием неактуальной. Чтобы почистить все вот эти назначенные дальше хвосты, вот будет автоматическое закрытие дел. Это изменение поля, чтобы можно было какие-то там в процессе работы добавлять информацию или поля нужные. Это уже чат, открытая линия, чтобы можно было постить в открытые линии. Ну, это как звонок робот. Ну, и, соответственно, там много триггеров. Это прочтение сообщения, которые отправили. Мы тогда можем переставлять статус. Это мы видим, что зашел наш знакомый там клиент на сайт. Мы сразу можем изменить статус. Ну, еще интеграция с трекерами, там, например, заказами. Если мы видим, что оформил заказ на вашем сайте ваш человек с РМ, то, соответственно, мы тоже можем двигать дальше по статусу. Вот. Вот это, в принципе, все, что я хотел и планировал и успел. Да, Юра, есть вопросы тебе. Вообще вопросов очень много. Коллеги напоминают, что сейчас у нас буквально через минут 20 стартует митинг-поинт. Ссылку на что? Давайте я подойду сейчас к вам и тот самый. Да, микрофончик. Вот там в слайде была ссылка на доклад. Вы хотите получить доклад? Будет. Выложим материалы. Юра, тебе был вопрос больше он такой именно по бизнес-процессам. Старая. Старая тема. Будут ли глобальные перемены в бизнес-процессах? Олег. Олег спрашивает. Олег Дуда. Кстати, Старый действительно вопрос. Давайте я подойду поговорить. я понял, что… За тобой бизнес-процессы, в другой передавать, или… Ну, в общем-то, переменные глобальные нужны, чтобы больше возможности автоматизации было. Ну, а через документы и запередовать или? Через документ нет. Документы… Мы же здесь БП по одной какой-то документу запускаем, а нам надо, например, потом где-то использовать… А это вообще… А константы не подойдут вам? Нет, а они внутри одного БП, а это имеется в виду глобальные перемены, которые можно в разных БП. Это прямо глобальное-глобальное? Ну, да, которое можно держать и использовать в другом БП по той же сущности, по другой. Ну, в связи с этим, и тот же вопрос, я тоже писал, что чтобы можно было вызывать из БП по одной сущности какие-то поля или изменять поля в другой сущности. Ну, там из сделки вытягивать по ID-шнику контакт, привязанный к этой сделке, что-то там делать с ним. Это очень часто нужно и сейчас пока нет такой возможности. ID-то есть, можно вытащить, по идее. Я отвечу. Это действие уже есть, оно проходит стадию тестирования и скоро будет выпущено. Это будет точно. Спасибо. Юра, планируем ли мы роботы в предложениях добавить? В предложениях СРМ? Ну, мы планируем во все, в чучевой статус, скажем так. Все, что можно двигать, туда будет робот. Еще вопросы. Готов принять вопросы с зала. У нас даже мысли были контакт добавить ее, но мы пока не придумали, как куда контакт двигать. Окей. Скажите, а не планируете добавить бизнес… А, Андреев Алексеевич, что на студии. Не планируете добавить бизнес-процессы в счета и в предложении в полном объеме? Сейчас их там вообще нет. Спасибо. Планируем, но пока о сроках тяжело сказать. Юра, очень интересный вопрос. Будет ли у нас роботы интеграции с API популярных банков? Например, точка, например. В стандартной поставки? В маркетплейсе, я думаю, будет стандартной. Окей. Хорошо. И политический вопрос больше. Хорошо. Еще вопросы с зала. Есть? Нет? Еще один вопрос. Последний, думаю. Здравствуйте. Бурлаков Дмитрий. Смотрите, в рамках леда я так понимаю, погромче, пожалуйста. Триггеры срабатывают на дела. Но в рамках леда у нас, соответственно, эти звонки, письма могут переходить только от одного, от клиента. Когда мы работаем со сделкой, там, допустим, прикреплено 10 контактов. Вот какое дело он будет считать? От какого клиента? Ну там вообще система какая? Мы находим клиента, находим, есть ли у него незакрытые сделки. И если у него есть незакрытая сделка, соответственно, мы считаем, что это к ней относится и телефонный звонок, и письмо, и так далее. Я могу ошибаться, на последнюю будет. Ну вот этот механизм, он уже работает. То есть мы сейчас привязываем вот эти все звонки. Я думаю, по всем открытым. То есть это надо уточнить, да. Но этот единый механизм, он уже давно работает, когда привязываются дела. То есть он уже создает дело, телефонный звонок, и привяжет его к этому же клиенту. К этой же сделке привяжет он. Я думаю, да. Я не уверен, что функционал не реализовал, поэтому надо уточнить. Окей, аплодисменты Юре. Спасибо, Юра.